Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Соборное послание апостола Иакова Соборными называются послания, написанные святыми апостолами Иаковом, Петром, Иоанном Богословом и Иудой. Соборных посланий семь. Они получили такое наименование, потому что были обращены не к отдельным христианским общинам, а ко всем христианам в целом. Автором одного из соборных посланий по церковному преданию был апостол от семидесяти Иаков, брат Господень, сын Иосифа Обручника от первого брака. Он стал первым епископом Иерусалимской Церкви. Впоследствии апостол Иаков принял мученическую смерть за Христа в Иерусалиме. Он пользовался величайшим авторитетом среди христиан, обращенных из аудеев. Не случайно поэтому в своем соборном послании он обращается в первую очередь к своим соплеменникам, находящимся в рассеянии за пределами Палестины. В это время христиане и евреи переносили многие скорби как от язычников, так и от своих неуверовавших во Христа собратьев. Многие последователи Христовы стали падать духом и колебаться в вере. Все это побудило апостола Иакова написать послание. В нем апостол затрагивает многие вопросы, жизненно важные для христиан. О терпении и смирении. О соотношении между верой и добрыми делами. О богатых и бедных. О настоящей и ложной мудрости. Об исповедании грехов. Апостол Иаков уверяет своих читателей, что христианину не следует бояться скорбей. Наоборот, бедствия дают человеку возможность стать лучше и закаляют его веру. Надо только переносить их мужественно и без страха. Более того, испытания верующий человек должен принимать с радостью. Испытания учат терпению. А без терпеливого и мужественного исповедания истинной веры невозможно стать совершенным христианином. Однако верующий человек должен преодолевать не только внешние испытания, но и побеждать собственные грехи. В первую очередь, необходимо уничтожить в себе страсть к пустословию. Апостол Иаков призывает тщательно взвешивать каждое свое слово. Прежде чем говорить об истинных веры, нужно попросить у Бога мудрости. Но самое главное, необходимо всем сердцем слушать голос Церкви, открывающий людям подлинное знание о Боге. «Всякий человек, да будет скоро на слышание, медлен на слова», пишет апостол Иаков. Вместе с тем святой апостол настаивает, что даже знание о Боге, если оно холодное и рассудочное, нисколько не приблизит человека к вечной жизни. Настоящая вера всегда связана с добрыми делами. «Что пользы, братья мои?» – спрашивает апостол, «если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, греетесь и питаетесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Пустое ханжеское благочестие часто проявляется в стремлении учить других, как надо жить. Апостол Иаков отмечает, что учить других имеет право только тот, кто укротил собственный сварливый и распущенный язык, кто обладает истинной христианской мудростью, «Тот чист в своих намерениях, скромен в желаниях, послушен старшим». Апостол предупреждает, что есть и лживая мудрость, земная, душевная, бесовская. Характерны ее проявления зависть и гордыня. Проповедники такой мудрости прививают любовь к земным благам. Они внушают горделивую мысль о том, что человек сам без помощи Божией может достигнуть счастья и благополучия. Чрезмерная привязанность к земным благам и самонадеянность есть измена Богу. Поэтому Бог гордым противится. В делах веры, в особенности в церковном общении верующих, не должно быть подобострастие к богатым. Ибо если в собрание ваше, пишет апостол, войдет человек с золотым перснем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь, у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его, а вы презрели бедного? Во всех случаях жизни, как скорбных, так и радостных, апостол Иаков призывает обращаться к Богу в молитве, спрошением или благодарением. Для исцеления от духовных недугов, страстей, святой апостол советует христианам исповедовать свои согрешения. В заключении апостол Иаков пишет о том, сколь важно вразумлять уклонившихся от пути истины. Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова